Где-то год назад мы с вами щупали Zoom L12, такого монстра-фрекенштейна, в которого понапихали всего, чего только можно. Ясное дело, что не всем нужно такое большое количество каналов, и это факт. Поэтому сегодня давайте покрутим в руках немножечко переработанную и обновленную версию. Это Zoom L8. Делать мы это будем на канале, и давай запишем, где, напомню, мы с вами говорим про аудио. Для начала в двух словах о том, что же попало к нам сегодня на обзорный стол. Это цифровая консоль, которая помимо этого сочетает в себе функции рекордера, прото-студии, контроллера с пэдами и так далее. Вышла вот эта штуковина сравнительно недавно, и, судя по всему, работники лаборатории Zoom тщательно отсматривали наши YouTube-каналы, потому что они наткнулись на обзор Rodecaster Pro, который вы, кстати, можете посмотреть по ссылочке в аннотации, которая будет наверху. Они посмотрели этот обзор и решили, а чем же они хуже? И выпустили вот такую штуку. Если L12, напомню, был ориентирован больше на музыкальные студии, то в центральную аудиторию L8 Zoom записали каких-то подкастеров, блогеров и людей, занимающихся подобной самодетельностью. Перед тем, как переходить к частностям, давайте разберёмся всё же с тем, что Zoom уместили в этот корпус. Для этого мне понадобятся мои наушнички. Итак, здесь мы с вами имеем 6 микрофонных каналов, 10 комбо-входов. Сюда, в принципе, можно подключать как микрофоны, так и какие-то линейные источники, хотя линейные штуки лучше подключать 7-й, 8-й канал. Они специально для этого сделаны. На 1-й, 2-й канал можно подключить инструмент. Здесь есть функция Hi-Z для инструментальных подключений. Каждый канал обладает усилением. Это цифровая микшерная консоль, поэтому каждый канал можно выбрать и назначить ему какую-то обработку. Это может быть, например, посылный эффект. Ну о нём чуть-чуть попозже. Это может быть какая-то эквализация, эквализация и назад-назад вот так вот эквализация. И это может быть срез низких частот лишних и панорамка туда, панорамка сюда. Вот. К слову, всё это дело у нас обладает несколькими функциями записи. Можно записывать всё поканально, можно записывать только мастер, если вам это нужно в стерео, конечно же, естественно. Можно записывать всё это на карту. Тут выбирайте, что вам ближе. Я, например, сейчас всё пишу на мой ноутбук. Дальше по каналам. У нас есть мьют, а если его нажать, меня сразу же будет снова слышно. И, конечно же, усиление по выходу в виде фейдерочка. Очень интересной особенностью является то, что здесь есть возвраты. Причём седьмой, восьмой канал их можно варьировать. То есть у него есть несколько значений, несколько режимов работы. Сейчас мы на линейном режиме. То есть можно пользоваться как седьмым, восьмым подключать в линию, либо в стерео, либо в моно, тут как вы хотите. Следующий режим, они немножко отличаются, потому что сюда можно подключать стереоисточник, маленький джек. Это может быть телефон, это может быть ноутбук, что-то, что, допустим, вы хотите вывести в вашу трансляцию. Возможно, звонок по скайпу с телефона. Собственно, у нас горит трубочка, сюда подключаем, выводим фейдер, и в стерео получаем всё, что нам нужно. Далее идёт USB-режим на седьмом и на восьмом уже канале. Здесь мы можем получать так называемые плейбэки, то есть это возвраты с компьютера, звука, который мы с вами можем запустить на компьютере. Два стереотрека или четыре монотрека, если вам, конечно, это нужно. И дальше идёт очень классная штука. Yeah, Funk Show Pop Music, друзья! Да, здесь есть пэды, здесь есть программируемые пэды, это очень классно, и мы к ним вернёмся обязательно, но только чуточку попозже. Забыл сказать, что на все каналы микрофонные можно подавать фантомное питание. Оно сейчас у нас подано. И друзья, конечно же, даже несмотря на это, сюда можно одновременно подключать как конденсаторные, так и динамические микрофоны. Пусть вас не смущает, что на все микрофонные каналы подача фантомки всего одна. Также на каналах, которые не оборудованы Hi-Z режимом, есть подушка, так называемый аттенюатор фиксированный, который позволит вам снизить громкость входного сигнала. По поводу эквалайзера мы с вами уже поговорили. Эффекты. Давайте остановимся подольше на эффектах. Сейчас выберем канал, максимальный посыл. Кстати, по настройкам, чтобы перейти в настройки эффектов, достаточно нажать эту кнопочку. Итак, всего у нас есть восемь эффектов. Первый холл, 1, 2, 3. Холл номер два, 1, 2, 3. Это у нас Room. Следующий ревер это Plate. Дилей. Хорус. Боже, это мой самый любимый эффект, обожаю его. Вокальная настройка, которая в себе сочетает сразу несколько эффектов. И вокальная настройка номер два. Слышим, что здесь у нас уже и дилей подмешен. Стоит ли говорить, что каждый эффект можно подстроить под себя, под свои хотелки, под свои параметры. Что по поводу записи и воспроизведения? Здесь на каждом канале есть функция записи и воспроизведения. Если вы хотите что-то провести с этим каналом, о чём я вам говорил, запись или воспроизведение, достаточно нажать на кнопочку, и канал будет у нас активен. Если не хотим, отжимаем кнопочки, канал активным быть перестаёт. Мастер-секция. У нас два выхода на XLR. Это очень здорово. Балансные выходы, это всегда отлично. Есть выход на наушники, дублирующий мастер. И внимание, есть три независимых стерео выхода. Они обозначены как Mix A, Mix B, Mix C. И это очень классная фишка, потому что если мы зайдём в микшер, кнопочку микшер, то здесь мы можем выбирать различные слои Master A, B, C. И для этих миксов создавать индивидуальные наборы усиления. Допустим, на мастере у меня вот так. Микс A у меня вот так. Видите? Да, здесь нет автоматизированных фейдеров, но если вы, допустим, уберёте фейдеры на миксе A, точнее на мастере и вернётесь на микс A, то вы видите, что у нас настройки не сбиваются. И чтобы сбить эту настройку, нам просто нужно вернуть фейдер в положение, в котором он был. Ну вот, смотрите. Вот, лампочка потухла, значит фейдер снова стал активный, и им можно пользоваться. Естественно, у нас есть возможность дублировать сигнал с мастера на миксы мониторные. Вот таким способом это делается. Но зачем это делать, если можно для каждого микса сделать свой собственный набор, из различных источников, я не знаю. Но возможно, вам это пригодится. Усиление независимое для каждого выхода под наушники. И что у нас осталось по настройкам? Давайте смотреть. В принципе, все настройки у нас реализуются с помощью вот этого экранчика, подсвечивающихся слоёв и вот этих четырёх кнопок. Миксер. Микшер мы с вами уже разобрали. Эффекты мы с вами тоже посмотрели. Сцены. Тут можно сохранять и загружать сцены с уже вашими заранее заготовленными настройками. Это тоже достаточно удобно. Функции рекордера. Можно пользоваться рекордером, если у вас вставлена SD-карточка. Напомню, что сейчас мы им не пользуемся, всё пишется напрямую в ноутбук. И тут же можно найти вкладочку с настройками, если вам что-то нужно поменять в работе этого устройства. По поводу питания, и это очень важно. Консоль работает по USB, то есть у неё нет такого большого блока питания. Всё работает от обычного USB, от обычного ноутбука. Либо более походный вариант. Вы можете писать всё на SD-карточку, не пользоваться USB и использовать 4 батарейки типа AA для работы всего этого в полевом режиме. Отдельным пунктом стоит всё-таки вынести управление консолью программное, то есть с помощью компьютера. Нас главным образом будет интересовать размер буфера и задержка, которая при этом самом размере у нас будет возникать. И, конечно же, мне кажется, можно посмотреть роутинг. Почему бы и да? Lifetrack L8 работает со своим собственным SEO-драйвером. Он качается с официального сайта. Ставим, перезагружаем, открываем рабочую станцию. Что у нас по роутингу? Мы видим честные 12 каналов на вход и 4 канала на выход, то есть две стереолинеечки. Давайте попереключаем размер буфера и посмотрим, какую задержку будет выдавать консоль во время живой работы. Zoom L8 можно также использовать как аудиоинтерфейс по умолчанию в Windows. Для этого заходим в настройки звука и выставляем в устройство ввода и устройство вывода Zoom L8. Теперь мы можем говорить по скайпу, получая звук с консоли. И, например, воспроизводить какие-то вещи, музыку или тоже самый скайп нашего собеседника, и получать этот самый звук назад в консоль. Также, как и на Rodecaster Pro, не зря я упомянул эту малышку в самом начале ролика, здесь можно выводить телефонные звонки в эфир. Ну или записывать, если вы записываете ваш подкаст. Всё это удаётся с помощью вот такого комплектного провода. Будьте внимательны, комплектный провод TRRS, а не обычный TRS, чтобы вы могли слышать того, кто вам позвонит на восьмой канал, если вы всё правильно закоммутируете. И, что немаловажно, чтобы вас могли слышать те, кто дозвонится к вам в эфир. Всё очень просто. Подключаем один конец провода вот в этот маленький джек, выставляем, чтобы светодиод горел напротив иконки с телефоном. Второй конец провода вставляем в ваш смартфон и получаем звонок. Это может быть звонок по телефону обычный, это может быть скайп, дискорд и так далее. Давайте разбираться с пэдами. Для этого мне снова понадобятся мои наушники. Здесь есть возможность пользоваться как заводскими пэдами, так и загружать какие-то свои записи, плюс записывать что-то во время вещания и вставлять это в качестве пэда. Это тоже довольно интересно и может где-то пригодиться. Переводим седьмой, восьмой канал в режимы работы с пэдами. Причём, что интересно, заметьте, можно одновременно получать звонок с телефона на в восьмом канале и пользоваться пэдами с канала седьмого. Это очень удобно. Но мы переведём и седьмой, и восьмой канал в режиме пэдов. Выведем звук. Да, теперь стоит поговорить о режимах пэдов, потому что у них есть несколько изменяемых настроек. Для этого зайдём в настройки пэдов. Вот давайте на примере первого пэда. Он у нас звучит... как-то так. Вот он сейчас установлен в режиме... в режиме one shot. Что такое one shot? Вы нажимаете на кнопку, и звук, который вы запрограммировали на эту кнопку, полностью проигрывается и останавливается. Следующий режим это hold. То есть вы поняли, да? Звук у нас будет воспроизводиться до того момента, пока мы не отжимаем кнопку. Держим кнопку, звук играется. Отжимаем, он не играется. Например, на аплодисментах... Это достаточно удобно, согласитесь. И третий режим, это loop. Он будет нам играть... Ну да, то есть он будет нам играть всё по кольцу, не останавливаясь. Я думаю, что это было бы настоящей трагедией получить такую штуку к себе в руки и ничего с её помощью не записать. Поэтому давайте проведём небольшой тестик. И ничего не предвещало нашей встречи, но я смотрел в твои бездонные глаза, на он бывает, как в одной из сотни тысяч историй. Бананами встречи и случайной любви Увы, это про нас Но больно мне сейчас Я забуду твои карие глаза Не пущу, чтобы скатилась с них слеза Чтобы не случилось в жизни, просто знай Не забуду твои карие глаза, не пущу, чтобы скатилась с них слеза, чтобы не случилось в жизни, просто знай, что ты моя и навсегда, что ты моя и навсегда. В итоге можно сказать, что штука нам сегодня попалась довольно интересная. И если я бы стал перечислять прям вот все функции, то у меня бы ушло достаточно много времени. По большому счёту здесь мы имеем всё для комфортной работы с подкастами, где участвуют до семи тел одновременно. Причём одно тело у нас висит удаленно по телефону. Это может быть скайп или обычный звонок, как я уже сказал. При этом всё это дело можно записывать как поканально, то есть каждый гость будет своей независимой дорожки, это намного упрощает дальнейшую работу по сведению. Либо записывать мастер или опять же этот мастер брать и пускать напрямую в трансляцию в тот же самый YouTube. Флаг вам в руки. Ну а напоследок я жду ваших отзывов и вашего мнения, а кому вообще быть фаворитом? L8 или RodeCaster Pro? Напишите вниз в комментариях. Я напоминаю, что это был канал Давай Запишем, здесь мы говорим о Pro Audio. Я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания, до следующего ролика. Не пущу, чтобы скатило с них... Пар... 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 пардон... пардон... И в конце это... так, я удаляю... да, я тоже стираю... Это необычный TRS. Это TRSS. TRRS. Редактор субтитров. Трис. Трис.